Я бы сказал так, что до широкомасштабного уторжения, по нашему оценку, выехали около 30 тысяч. Но они в основном переселились в материковую часть Украины. Но после широкомасштабного уторжения кордоны между Крымом и материковые части были перекрыты. Поэтому кто как мог, где можно было, через Казахстан, Грузию, в Балтийские страны, переселялись в другие страны. Преимущественно в Туречену, в Ирландию, в Соединенные Штаты, кто мог, Канаду, Польшу. И в результате народ уже рассыпался в разные страны. Я думаю, когда будет важность, когда до освобождения Крыма вряд ли кто-то будет возвращаться. Но если какие-то будут, скажем, либеральные такие домовленности, скажем, если в соответствии с нормами Женевской соглашения 1949 года будут на территории оккупированного Крыма действовать украинские законы, и будут те свободы, которые есть в Украине, передвижение, свободы слова, то тогда еще допускают, что люди могут приезжать, не уезжать, а так, чтобы вернулись, вряд ли. Потому что менять свободу, пусть даже и сетную жизнь, в оккупированную территорию, вряд ли кто-нибудь. Я в своем многогоднем обращении к жителям Крыма, короткое такое обращение было, я сказал так, что есть все основания полагать, что это последний год оккупации. Поэтому предлагаю всем, в первую очередь тем, которые незаконно переселились в Крым, на территорию Зароссийской Федерации, немедленно покинуть, пока действует еще Крымский мост. А также всем призренным коллаборантам и сексотам, стукачам тоже желательно покинуть, мы не хотим пролететь кровь. Мы призываем вас держаться подальше от военных объектов. Украина сделает все возможное для того, чтобы в ходе военной операции по освобождению Крыма не пострадали мирные жители. Но мы не можем взять на себя ответственность, полные гарантии, потому что не можем взять ответственность за безумную политику Путина, прикрываться мирными жителями. Поэтому держитесь подальше от... Но я очень надеюсь, что все-таки, по крайней мере, вот эти главные военные структуры, которые на территории Крыма, их более 160, и первая часть, этот стратегический Крымский мост, откуда поставляется вооружение на военные части в Крыму, из которых потом стреляют по материковой части Украины, будет разрушено. Ну, конечно, большая, самая большая мечта, что до конца года все-таки Крым должен быть освобожден. Нет, то, что Крымский мост так или иначе будет разрушен, но в этом нет никаких сомнений. Ваш начальник нашей разведки, Буданов, сказал, что, скорее всего, в первой половине этого года. Ну, если не получится первой, но, во всяком случае, во второй половине, как только поступят необходимые нам дальнебойные ракеты, а сейчас то, что у нас сейчас есть, нам очень трудно, потому что для того, чтобы его разрушить, вот этих беспилотных летательных аппаратов недостаточно. Там очень надо большой взрыв. И нужно сбить по их основаниям, по фундаментам. А это возможно только после того, как поступят эти атакамцы, шторм шедоу, эти пауэрсы из Германии. Я думаю, это будет решено. А потом остается один сухопутный путь, вот через Запорожье. Там тоже легко будет потом перекрыть, и воинские формирования на территории Крыма окажутся в котле. Там будет два выбора. Или сдаться в плен, или будет уничтожено.